У нас в гостях своеволина Галина Васильевна, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров, кандидат технических наук Государственного университета имени Владимира Даля. Доброе утро! Здравствуйте! Тема у нас достаточно интересная, я бы даже сказала неожиданная, а именно будем говорить с вами о маркировках товаров. Что это и зачем, в принципе, нам это нужно? Ну, прежде всего, маркировка пищевых продуктов — это любые сведения обозначения рисунки или знаки, которые размещаются на так называемой потребительской упаковке и дают информацию именно потребителям о различных качественных показателях продукта, о его достоинствах, о производителях и так далее. Значит, именно маркировка в Российской Федерации проводится согласно техническому регламенту Таможенного Союза. Он так и называется — пищевая продукция в части ее маркировки. И именно там обозначены все требования к информации, которая должна быть нанесена на упаковку, на потребительскую упаковку. А вот по закону, что, собственно, производитель обязан нанести на упаковку своего продукта? Ну, прежде всего, на именование того продукта, который, собственно, предлагается к реализации. Второе, сразу после именования всегда идет такая позиция, которая называется состав. Это тоже для потребителя очень важно. Вот. И, естественно, количество продукции, которые находятся в данной потребительской упаковке. Кроме этого, для потребителя тоже очень важно дата изготовления и срок годности. Может указана быть дата изготовления и дата потребления, то есть таким образом срок годности определяет уже сам потребитель, глядя на дату конечного употребления данного продукта. А может и срок годности быть нанесен, что с даты изготовления, там, допустим, два года, там, три месяца, шесть месяцев и так далее. Мы отчитываем, в общем-то, это количество. Да. Обязательно для пищевых продуктов это условия хранения, то есть и температурные условия, и влажностные условия, в помещениях которых хранятся продукты или реализуются. Обычно приводится на именование места расположения изготовителя продукции. Адрес его, да? Да. Его адрес обязательно, иногда указывается даже адрес электронной почты или сайты указываются. И если, допустим, пищевой продукт был завезен на территории Российской Федерации, то тогда указывается местонахождение уполномоченного лица, который вот будет принимать претензии по качеству данного товара. Кроме этого, обычно на пищевые продукты, которые подвергаются кулинарной обработке, еще наносятся рекомендации по использованию. То есть, или приготовление. Иногда наносятся также на упаковке для продукции, которая является сырьем, пищевые продукты, рекомендации, там и рецепты по приготовлению различных блюд с добавлением этого продукта. Вот. Затем, конечно, показатели пищевой ценности и показатели энергетической ценности, то есть калорийность, то, что мы называем калорийностью продукта. А пищевая ценность – это содержание белков, жиров и углеводов. Вот эта пищевая ценность, она может определяться как аналитически, так и расчетным путем, согласно рецептуры, и определяет пищевую ценность всегда изготовитель. Слушайте, это на самом деле такая интересная наука, и мне кажется, это так все сложно. Конечно, и в целом мы-то вот как просто обычные потребители берем с полки какой-либо там товар, и мы даже не предполагаем, что за вот этими вот буковками, мелким шрифтом стоит такой колоссальный труд. И вот, исходя из этого, такой вопрос. Бывает ли такое, возможно, в вашей практике такое случалось на вашем опыте, что вы где-то слышали, что, допустим, вот какие-то производители, не особо, скажем таки, ответственные за свой товар, могли где-то указать неверную заведомо, неверную информацию? Такое может быть, и если да, то каким образом тогда производитель будет наказываться? Ну, смотря какое нарушение допустил производитель, естественно, о наказании там вплоть до уголовной ответственности, если это может принести вред здоровью потребителя, или если продукт фальсифицирован, вот, допустим. Ну, многие производители, самое вот главное, как говорится, недостаток, они не указывают на именование пищевых добавок, которые вносятся в продукт. Ну, да. Значит, кроме того, что должно быть описано функциональное назначение этой добавки, то есть стабилизатор, в каких целях она добавляется? Стабилизатор, там эмульгатор, для того, чтобы сохранить качество продукции при его хранении и использовании. Еще нужно обязательно указывать именно или наименование самого, самой пищевой добавки, то есть если там ароматизатор, допустим, вишня, или какой-то другой ароматизатор, или краситель. Или если вот это наименование там не указывается, может быть, мало места на упаковке, тогда указывается по цифровому кодированию код вот этой добавки, то есть буква Е, ну, наша российская Е, английская И, как говорится, прописная буква, и номер этой пищевой добавки. Потребитель, набрав вот эту аббревиатуру, как говорится, в интернете, он легко узнает и состав этой пищевой добавки, и для чего она предназначена, и может ли она носить какой-то, ну, как говорится, вред здоровью, может ли вызвать какие-то аллергические реакции и так далее. Вот это вот самое главное, что очень часто производители недобросовестные, как говорится, не указывают на упаковке. Упускают это заведомо, видимо. Допустим, вот я еще иногда сталкивалась с таким, что, ну, допустим, для меня это было большим удивлением, что, не вспомню уже точно, что это был за товар, но не был указан срок годности. То есть дата производства была указана, серия, там, партия, номер, все как там полагается, а нигде не было написано, сколько этот товар может храниться. Это тоже упущение. Конечно, конечно. Но потом нужно обратить внимание покупателя тоже очень внимательно читать сам текст, который нанесен на маркировку, то есть на саму упаковку пищевого продукта. Даже вот наши студенты, когда мы их, как говорится, обучаем, они первое, что они проводят, экспертизу маркировки и упаковки, вот, потому что мы же готовим будущих товароведов, будем говорить. И они очень часто, читая текст, просто пропускают вот эту информацию, потому что мелким шрифтом где-то там в стороне написано не всегда. То есть таких вот требований, где именно, в каком месте упаковки нужно наносить вот эту всю информацию, таких требований универсальных, как говорится, или узаконенных нет. И поэтому можно иногда просто упустить. Иногда вот срок годности указывается, допустим, ну это чаще всего на таких товарах, вот как хлебобулочные изделия, вот Добродева, она часто выпускает упакованные хлебобулочные изделия, то есть в специальной упаковке с нанесенной маркировкой. И там клипса, которая закрывает эту упаковку, и дата изготовления указана на клипсе. А срок годности уже написан, там 72 часа обычно упакованная продукция, написан в самой уже информации на маркировке. То есть это просто надо вот внимательно все изучить, покрутить в руках? Не всегда мы можем, как говорится, встретить такое номинование, как срок годности. Вот иногда дата изготовления и последняя дата, как говорится, употребления этого продукта. Тоже такой интересный момент, когда мы видим, допустим, вот дата изготовления, условно, 15 мая, истекает срок годности 27 июля. Вопрос следующий. Можем ли мы еще 27 июня употребить этот продукт, либо же не надо? Да, да. Последняя дата, это вот именно будет дата последнего дня употребления данного продукта. Тоже безумно интересный момент. А как это высчитывают люди, вот прям с точностью до суток? Это проверяется специальными исследованиями. А, то есть это эксперимент такой, да? Это проводится обязательно эксперимент, это проводится обычное исследование на самом предприятии, сколько может храниться, то есть сколько данный продукт сохраняет свои качественные показатели. Без изменения, будем так говорить. И без их ухудшения, во всяком случае. Очень интересно. Ну, как я подозреваю, самые скоропортящиеся продукты – это вот все, что касаемо кисломолочных изделий. Ну, не только кисломолочных, но и самого молока. А что вот может долго достаточно у нас храниться? Это молоко, которое продается в специальной упаковке и стерилизованное, то есть продукт длительного хранения. Он так, в принципе, и называется этот продукт. И вот этот продукт может там до полугода храниться, смотря какое именно наминание данного продукта. Ну, молоко чаще всего. Молоко, сливки. Потому что кисломолочные продукты, как говорится, они после изготовления обычно не подвергаются термической обработке. Поэтому их хранить длительное время проблематично, потому что бактерии присутствуют. Они живые, и они продолжают свою жизнедеятельность. И поэтому сохранить. И обычно, вот если вы обратили внимание, то у нас молоко, сливки длительного срока хранения. А кисломолочные продукты обычно практически не бывают длительного срока хранения. Это правда, действительно. И вот еще как бы такая опасная форма продукции, это, на мой взгляд, мясо и рыба. Да, конечно. То, что замороженное, это как бы еще полбеды. Можно брать, допустим, там тоже должна присутствовать маркировка. Должна быть заморозка и хранение при температуре минус 18 градусов. Допустим, если мы покупаем на рынке свежее мясо, как вообще нам понять, что это мясо нам лучше не стоит брать, либо же рыбу, допустим? Ну, чисто по внешнему виду. Каждый покупатель ориентируется. Цвет мяса обычно меняется, если мясо подвергается какой-то порче. Ну, чаще всего бактериологическая порча, потому что в основном содержание белка довольно высокое в мясных продуктах. Затем запах появляется, неприятность сероводорода. Да, он специфический появляется. И сама поверхность мяса становится такой скользкой, как бы липковатой. Да, липковатой. Поэтому обращать внимание, но гарантии на рынке нет никакой. А вот гарантия в стационарных торговых точках, там, конечно, там сами, собственно говоря, работники торговли, они отвечают. В частности, вот товароведы следят за качеством продукции, они, собственно говоря, и отвечают за то, чтобы реализовалась только качественная продукция. Поэтому, если есть сомнения, то лучше покупать в стационарных торговых точках. Потому как многие ведь думают, что если на рынок пойдешь, там обязательно что-то свое родное свежее будут представлять на лавках. Очень редко. Да, но в большинстве случаев мы как раз-таки сталкиваемся с несоблюдением санитарных каких-то норм и тому подобных вещей. Ну, вот продажа мяса, которое не является свежим, то есть которое не замораживалось и не размораживалось, это очень редкая ситуация на наших рынках. Это я вам сразу скажу. Обычно покупают замороженные полутуши животных и, собственно говоря, потом их разделывают. То есть сначала размораживают. В каких условиях, мы с вами не знаем. И не узнают. И как они это делают. Поэтому довольно-таки проблематично купить именно качественное мясо, если мы говорим о мясе, именно на рынках. Там, конечно, есть ветнодзор, но исследования вот такие не проводятся чисто визуально, чисто органолептически определяется свежесть мяса. Спасибо огромное, что вы сегодня к нам пришли, рассказали такие интересные моменты. Я думаю, что наши зрители, телезрители прислушиваются к вашим советам и будут внимательнее выбирать те товары, которые идут. И отправят своих деток к нам учиться. Обязательно. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у нас была Сая Волина Галина Васильевна. Хорошего вам дня и будьте здоровы. Утро Донбасса продолжается. Оставайтесь на Луганске 24. Продолжение следует...